Хазбулла заявила, что за последние несколько часов выпустила сотни ракет со взрывчаткой по Израилю. По данным израильских военных, Хазбулла собиралась атаковать центральную часть страны. Но израильские силы предотвратили атаку путём превентивных ударов. В ходе этих ударов около сотни истребителей ВВС Израиля поразили тысячи ракетных установок противника. После этого министр обороны Израиля Йоав Галланд объявил режим чрезвычайного положения на 48 часов. Рано утром мы обнаружили, что Хазбулла готовится атаковать Израиль. Вместе с министром обороны Йоавом Галландом и начальником генштаба Герцеха Леви мы поручили армии обороны Израиля действовать превентивно для устранения угрозы. С тех пор Цахал действует, чтобы предотвратить создавшуюся угрозу. Армия уничтожила тысячи ракет, нацеленных на север страны, предотвращает многие другие угрозы и действует с большой силой, как в обороне, так и в нападении. Мы полны решимости сделать всё возможное, чтобы защитить нашу страну и безопасно вернуть жителей севера в свои дома. И продолжаем придерживаться простого правила. Тот, кто бьёт по нам, мы бьём по нему. Прошедшие ночью израильские военные заявили, что сорвали план ливанской группировки Хазбулла нанести массированный удар по Израилю. Приготовления велись в ракетных комплексах боевиков. Израильские истребители нанесли удары по объектам Хазбуллы на юге Ливана, где зафиксировано около 40 ударов. Затем на севере Израиля включились сирены тревоги, сработала система ПВО. За последний час мы выявили обширную подготовку Хазбуллы к обстрелу израильского тыла. После тщательной идентификации ВВС Израиля начали наносить учреждающие и широкие удары по целям Хазбуллы, чтобы устранить угрозы, направленные на граждан Израиля. Мы устраняем угрозы, направленные против израильского тыла. В настоящее время десятки истребителей ВВС наносят удары по целям в различных точках на юге Ливана. Ближе к утру Хазбулла распространила заявление о начале ответных мер на убийство одного из командиров группировки Фуада Шукра в Бейруте в результате удара Цахал в июле. По данным израильской стороны, в сторону Израиля из Ливана было запущено более 150 дронов и ракет. Хазбулла же заявила о запуске 320 ракет по 11 военным целям в Израиле. Между тем, вылеты самолётов из международного аэропорта Тель-Авива приостановлены. Аэропорт закрыли на фоне воздушной тревоги, которую объявили в Израиле. Однако затем аэропорт вновь начал свою работу. Мы уже перехватили несколько ракет и БПЛА, которые приближались к израильской территории. Мы предупреждаем ливанское гражданское население на юге Ливана. Цахал установил, что Хазбулла ведёт интенсивные обстрелы израильской территории вблизи ваших домов. Вы в опасности. Мы нацеливаемся на угрозы Хазбуллы и устраняем их. Большая часть нашей деятельности в настоящее время находится в Южном Ливане. Но мы будем атаковать везде, в любой точке Ливана, где есть угроза нашему государству. Новый виток обострения ситуации на Ближнем Востоке произошёл 30 июля из-за удара армии обороны Израиля по объектам движения Хазбулла в Бейруте. Отмечалось, что как минимум 68 человек пострадали в результате этого удара. Позднее в Цахал сообщили, что при атаке по району Бейрута был ликвидирован один из командиров движения Хазбулла Фуат Шукар. На следующий день в результате удара по Тегерану погиб глава политбюро Хамас Исмаил Ханья. Нармина Хамбабаева, CBC